Черноногие кошки одни из самых маленьких кошек в мире. Их шерсть светло-коричневого цвета с темными пятнами, расположенными рядами на теле, которые иногда сливаются, образуя кольца. Две темные полосы пересекают каждую щеку, а на передних лапах и подхвосте имеются темные полосы. Ноги имеют широкие черные кольца, а характерный короткий хвост составляет менее 40% от длины головы их тела. Их название происходит от волос на черных лапах, которые защищают их от жаркой местности. По ростам всего от 20 до 25 см, африканская черноногая кошка напоминает миниатюрную версию обычного соседского кота. Но хотя эта пятнистая кошка безусловно очаровательна, под ее очаровательной внешностью скрывается злобный искусный хищник. На самом деле, эта порода является самой маленькой кошкой Африки. Для сравнения, вес черноногой кошки примерно в 200 раз меньше, чем у обычного льва. Тем не менее, пусть вас не обманывает ее скромный рост. За одну ночь она захватывает больше добычи, чем леопард за 6 месяцев. Черноногие кошки ведут ночной и преимущественно наземный образ жизни. Благодаря высокому уровню метаболизма, эти кошки могут потреблять треть веса своего тела каждую ночь и редко спят более 14 часов в сутки. Если порция еды слишком велика, они часто прячут остатки в норах арауканов или термитниках. В качестве приспособления для охоты в местах с малым количеством укрытий или вообще без них, черноногие кошки расправляют свои низкопосаженные уши в агрессивной позе и приседают низко к земле. Они активные и успешные охотники, подкрадывающиеся к добыче, а затем набрасывающиеся на нее. Известны случаи, когда они ловили даже птиц в полете. Будучи беспринципными охотниками, они питаются различными мелкими млекопитающими, птицами, насекомыми и рептилиями. Днем они часто спят в неиспользуемых норах, расщелинах скал или термитниках. В дикой природе черноногие кошки часто перемещаются на большие расстояния, чтобы поохотиться. У самок домашний ареал может достигать 12 квадратных километров, а ареал самцов может быть более чем в два раза больше, чем у самок. Эти кошки очень вокальны. Они издают громкие и глубокие горловые звуки, которые они часто повторяют в период размножения. Самки также используют тихий зов при появлении котят.